Без лишних слов, это новый претендент на звание лучшей бюджетной игровой мышки с Алиэкспресс. 2000 рублей, вес 58 граммов без отверстий, топовая микреки КЛГМ и топовый сенсор 3389 от PixArt. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. Ну а это обзор проводной мышки Deluxe M800. Поехали! Множество крутых игровых девайсов мы прямо сейчас разыгрываем в нашей группе во Вконтакте. И эту мышь мы тоже разыграем. Участвуй в конкурсе, подписывайся на наш канал, группу во Вконтакте и мой Инстаграм и выигрывай крутые призы. Условие максимально простое. Обычный лайк. Ну и хочу выразить огромную благодарность тем, кто уже поставил лайк под этот ролик. Для нас это действительно много значит. Спасибо. Ну и проверить актуальную стоимость Deluxe M800 вы можете прямо сейчас, кликнув по ссылке из описания. По комплекту поставки и скорости доставки все аналогичное беспроводной версии. Мышь доехала довольно быстро, ну а комплект очень скромный. Лишь сама мышь и инструкция по эксплуатации. И предлагаю не затягивать видео, а сразу же рассказать про начинку. В основе мышки расположился топовый сенсор от Pixart. Pixart PMW 3389. Это одно из флагманских решений до сих пор. А учитывая стоимость мышки в 2000 рублей, это чуть ли не идеальный выбор. Смысла демонстрировать тесты на срыв сенсора я не вижу, ведь это действительно флагманский датчик, которого хватит абсолютно всем. А теперь присядьте, ведь китайцы наконец-то реализовали возможность менять высоту отрыва этого сенсора в софте. Да, наконец-то функционал этого сенсора не ограничивается только его техническими показателями. Правда вот значения всего лишь два. Это высокий лот и низкий лот. По ощущениям низкий показатель составляет порядка одного миллиметра, а высокий чуть больше полутора. И сразу же про основные микрики. Тут стоят ну очень редкие красные KILGM с ресурсом в 60 миллионов кликов. Тактильно они мне очень понравились и немного напомнили TTC Gold, только на минималках. Клик очень яркий, четкий и выразительный. Касаемо pre-post-ревела основных кнопок качества сборки, ситуация здесь аналогична Deluxe M800 беспроводной. Единственное, что отличает эту мышку от Deluxe M800 беспроводной, это клики. То есть LKM и PKM и микрики под ними. По ощущениям клик здесь более ярко выражен. Касаемо pre-travel он здесь отсутствует. Post-travel здесь порядка одного-полутора миллиметров. То есть он вот здесь все же небольшой есть, но опять же это можно списать на особенность страни, так как кнопки у нас отделены от корпуса. Side-travel у нас есть, но он совсем незаметный, порядка полумиллиметра. По боковым клавишам, нажимая на боковую панель, ее также можно продавить. Нажимая на верхнюю панель, также продавливается кнопка DPI. Но при этом все никакого хруста и люфта нету. Внутри мышки ничего также не дребезжит. По колесу. Отсечки довольно неплохие, ну и в принципе банихопить на таком колесе при желании можно. Единственный явно недостаток начинки это боковые тактильные микрики от LXA. Но если вы с ними все же сможете смириться, то в остальном начинка Deluxe M800 хороша. По сборке тоже есть нарекания, так как боковую пластину вы все же сможете продавить. Но опять же, мышь весит довольно скромно и толщина пластика тут минимальна. Вот и ответ на вопрос. Удивительно, но и вес этой мышки полностью соответствует заявленному. 58 граммов ровно. При этом всем напомню, что эта мышь не имеет ни одного отверстия в корпусе. И весовой баланс. В отличие от беспроводного собрата, он тут идеальный. Мышь никуда не перевешивает и не заваливается. В общем, топ. По кабелю это хороший и в меру гибкий паракордоподобный шнур. Докупаете кабеледержатель и при игре напрочь забываете про то, что Deluxe M800 у вас с проводом. Кабель легкий и податливый, даже несмотря на небольшой эффект памяти. К слову, сама оплетка довольно тонкая. А вот где и есть явные недостатки, так это внизу устройства. Тут все аналогично беспроводной Deluxe M800 DB Wireless. Ножки довольно тонкие, из обычного черного тефлона, а ножка вокруг сенсора и вовсе отсутствует. К минусам можно записать и не самую яркую подсветку. Все опять же аналогично беспроводному собрату. Все же два светодиода не могут обеспечить достаточно яркости сразу двум зонам подсветки. Ну и качество пластика. Скажем прямо, он далеко не самый премиальный. Но при этом всем и отвращение он не вызывает. Бюджетная мышь, что еще сказать? Сам пластик у этой мыши матовый. Именно поэтому отчетки пальцев он на себе не особо-то и собирает. А вот боковые пластины выполнены из текстурированного матового пластика. Это нужно в первую очередь для того, чтобы обеспечить цепкость между рукой, точнее вашими пальцами, и непосредственно боковой панелью. Но на практике это работает не совсем так. А вот пыль и грязь эта текстурированная поверхность собирает довольно-таки хорошо. Форма, размеры и типы хвата такие же, как и у Deluxe M800 DB Wireless. В общем, хорошая копия Razer Viper, которая подойдет идеально для средней руки под пальцевые, когтевые или гибридные хваты. Ладонный будет удобен для небольших рук с ладонью менее 17 сантиметров в длину. Под мой гибридный хват мышь зашла на ура. Наиболее удобное расположение пальцев это 1-2-2. Софт аналогичен DB Wireless и по функционалу, и по внешнему виду. Туда лишь добавили возможность регулировки высоты отрыва мыши от поверхности. В общем, в большинстве аспектов проводная M800 повторяет беспроводную версию. Только по начинке, весу и цене она значительно лучше. Идеальна ли эта мышь? Конечно же, нет. Мне не понравились боковые кнопки, продавливание левой стороны и не самая яркая подсветка. Да и тефлоновые ножки хорошо было бы со временем заменить. Но стоит ли эта мышь свои 2000 рублей и могу ли я рекомендовать ее к покупке? Однозначно да. Ведь где вы еще найдете ультралегкую мышь без отверстий, с топовым сенсором, прекрасными основными микриками и паракордовым кабелем за 27 долларов? Правильно, только по ссылке в описании. И это будет Deluxe M800. Задавай свои вопросы в комментариях и рассказывай про свой опыт эксплуатации там же. Ну а я с тобой на этом прощаюсь. Покупай правильные игровые девайсы и увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...